Привет, ребята! Здорово, ёпта! Вот такая вот у меня сегодня коробочка на распаковке, на обзоре. Это JBL Shockwave 4T. 70 Ватт пиковая мощность, 35 Ватт РМС мощность. Компрессионный рупорный твиттер с титановой диафрагмой, ребят. Здесь размеры вот есть. Внешка у него 98 миллиметров. Посадочная 42 миллиметра почти. Ну и диаметр 72 миллиметра у магнита. Частотный диапазон заявленный у них от 2,5 кГц до 20 кГц. 4 Ома импеданс. Фильтр верхних частот в комплекте. Конденсатор 2,2 микрофарад. Это у нас руководство пользователя по установке, вернее. Тут схемы подключения, технические параметры. 103 дБ, ребята, у него чувствительность. Вот так упакованы. Два кондера вот таких вот пленочных, неполярных в комплекте. 2,2 микрофарад. Вот так выглядит, ребята, сам твиттер. Выглядит очень прикольно. Я таких еще не встречал. Очень круто выглядит, ребята. Внешка просто супер. Прям офигеть. Черный мат. Фрезеровка очень красивая. Три крепежных отверстия. Здесь вот полированный кантик. А сам он черный, очень строгий. Магнит стандартного размера. Фланец, наклеечка. Шоквейв, Харман. 35 Ватт РМС. Все дела. Клемма маленькая на минусе. На плюсе большая. Плюс она еще помечена дополнительно красным маркером. Второй выглядит идентично. Это очень эстетично сделали. Вообще круто смотрится. Так, сначала давайте послушаем на громкость. Насколько они громкие. Хотя бы на слух примерно. А потом послушаем со среднечастотником. Тем более, что у меня как раз есть Шибейловский среднечастотник. Шоквейв. 100W65. Шибейловский среднечастотник. 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 Продолжение следует... Звучит очень похоже на титан, ребята, заявленная титановая диафрагма. Хочу еще отметить, что конструктив немножко отличается. Снаружи он очень похож на обычные твиттеры, но внутрь, когда я заглядываю, там есть кое-какие отличия. В частности, подводящие, не приклеенные, не промазанные лаком, они находятся в воздухе. Это очень интересно. Давайте со среднечастотником послушаем. Среднечастотник я, наверное, отфильтрую 125 четвертым порядком, поверху 5 кГц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, если в двух словах, нормальная двушка, при том, что рупор очень удачный, ребята, он однозначно стоит своих денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА